Ох, это Call of Duty. Серия, которую знает чуть ли не каждый. Из года в год данная серия активирует шумиху вокруг себя и при этом собирает кучу фанатов и хейтеров. В этом году, по сути, не исключение, выходит новая часть под названием Авангард, и сегодня я хочу высказать о ней свое мнение, поскольку я поиграл в альфа-тест на братовой PlayStation 5. Да, так получилось, но если бы она была бы доступна на Xbox, сами знаете, где я бы в нее поиграл. Да, с вами, как всегда, Джамбо Макс, всем привет, поэтому не забывай ставить лайс, подписываться на канал, ну и еще подписочку на кинопоиск HD урвать. Пока есть время, конечно же. Фильмы, мультики, сериалы совершенно бесплатно, целых 90 дней по моему промокоду для новых пользователей. Помимо этого, вы получите доступ к Яндекс.Музыке, ну а также вам дадут скидки на сервисы Яндекс. В общем, если вам нужна эта подписка, то ссылочку на активацию я оставлю, как всегда, в описании. Новая Call of Duty несет в себе сеттинг Второй мировой войны, и тут сразу, к моему сожалению, многим это не понравилось, в том числе и мне. По моему скромному, геймерскому и в то же время авторитетному мнению, конечно же, среди вымышленных экспертов, хочу сказать, что данный сеттинг, он поднадоел. И, наверное, самое проблемное, что он в себе несет, так это некие исторические рамки, которые не позволят внести туда что-то новое и интересное. Ну, так как в случае каких-то инноваций, в оружии, кастомизации или в чем-нибудь таком, будет смотреться уже неправдоподобно и не к месту. Это, знаете, как палка в двух концах, когда хочешь делать такой сеттинг, лучше сделать его именно таким, без шагов влево и вправо, чтобы он смотрелся гармонично, и ты, соответственно, проникся этим сеттингом по полной. В принципе, новая колда, она сдерживается данными рамками, но от этого не легче. Если, кстати, у вас другое мнение на этот счет, то буду рад услышать ваше экспертное мнение в комментариях. Новая часть по своей технической составляющей, это та же самая МВ-2019, которая, на мой взгляд, является эталоном колды, которая до сих пор дарит офигенные эмоции, а также приятное времяпровождение, без всяких «но». Здесь сложно не согласиться, ибо ее реально круто сделали по всем фронтам, и несмотря на то, что это игра 2019 года, до сих пор в нее заходить одно удовольствие. Да, если вы вдруг хотели узнать мнение про Cold War, то она мне не понравилась, сори. Новая часть играется бодро, с прекраснейшей анимацией, с довольно хорошей визуальной частью, и в принципе, что еще нужно? В альфа-тесте, который, кстати, проходил эти два дня только для консоли PlayStation, давали поиграть в новый режим под названием «Чемпионы». Приветствую вас, чемпион! Чемпион зверей! Чемпион людей! Признаться, я изначально не понял, во в чем смысл режима, тупил, пытался понять, и понял, что это намешанная какая-то херобора. Дело в том, что 16 человек забрасываются в одно лобби, делятся по парам или по три человека, и среди них устраивается некий турнир. Сражения проходятся команда на команду, повторяю, что либо 2 на 2, либо 3 на 3, даются ограниченные возрождения на всю команду, и вас либо по истечению времени, либо по истечению жизни противника бросает на новую пару или трио на новую часть локации. И, соответственно, в режиме побеждает тот, кто сохранил большее число жизней и всех переиграл. Честно, новый режим мне не особо понравился. Во-первых, в конце может быть так, что у кого-то осталось просто больше жизней, и он с легкостью слил противоположную команду, как говорится, просто ГГ. Динамика у этого режима присутствует, но лучше где-нибудь все-таки прикрыть свою задницу и где-нибудь просто почилить, отстреливаясь из засады. Ибо количество жизней здесь ограничено, и если ты их потеряешь при сражении с какой-нибудь командой, будет туго в последующих битвах. Да, конечно, на карте, а именно в самой середине, ты можешь попытаться подобрать жетон, который дает тебе плюс 1 к возрождению, но это тебе может помочь не так сильно. Также в этом режиме были бронепластины, которые ты должен подобрать с противника, когда он сдох, либо же закупить. Но мне это показалось не очень, поскольку немного портится баланс. Соответственно, если у кого-то больше пластин, потому стрелять нужно чуть больше. Короче, типикал ситуация, если у него 3 пластина, а у тебя не одно, то как бы это фиаско, братан. В случае, если ты побеждаешь команду, то ты можешь тупо бегать по своей локации без противников и ждать следующей пары. Ну, как минимум, это тупо, но таков режим и тут интереснее фиг придумаешь. Также в перерывах между парами ты можешь закупиться другим оружием, ибо деньги прямо на поле валяются, и ты можешь подбирать их с противников, которые сдохли. Также в этом режиме можешь во время матча проапгрейдиться. Вот, кстати, это может быть хорошо в плане режима, но фигово в плане сеттинга, поскольку клик, и ты достаешь уже оружие с уже нормальным прицелом и с более крутой обоймой. Что касаемо звука, чувства и тому подобного, я, если честно, до сих пор не понял, поскольку все это работало как-то коряво. Да, это альфа, да, мы к этому не придираемся, просто говорю как есть. Звук тут явно нуждается в корректировке, поскольку шагов услышать капец как тяжело. Что касаемо оружия, я не успел проникся их балансом, не проникся их чувством, то есть взяв ту или иную пушку, по большему счету, я значения этому как-то не придавал. Да, понятное дело, что они различимы, что когда там берешь автомат и винтовка, разница есть, но что касаемо аналогичных оружий, то тут как бы не очень понятно. Возможно, виной всему странно настроенная вибрация на Долл Сенси, которая то появлялась, то была бесчувственной, то ли просто сыграла время, то есть не до конца понял, что к чему. Также, как по мне, одна из проблем была обнаружить игрока. Чем-то, знаете, проблема напоминала Кулдваровскую. Противник на экране, но заметить его крайне сложно. Да, может быть я слепой, как-то еще, но прям реально тяжело разглядеть кого-либо. Но зато подсвет ника тут через стены работает прям от души. Да, бывает такое, что на секунду подсвечивается ник противника через щелку или там через стену, и сразу было видно, кто где стоит. Лично меня так дофига раз выносили, я не понимал откуда, ибо разглядеть было реально сложно. Появилась новая фича по поводу разрушаемости. Есть локация с досками, которая имеет прострел и разрушаемость. Смотрится это прикольно, но после геймплея сложилось впечатление, что простреливается там очень и очень много всего. Даже то, что не разрушается. На самом деле бесила такая тема, что ты вроде спрятался, укрылся, но маслину ты все равно поймал. Насчет управления и суперфичи на блоке 5 в виде адаптивных курков. Могу в которой рассказать, что эта тема очень мешала. И мешала она из-за того, что у тебя по ощущению каждый раз разное нажатие. То есть ты доводишь курок, вроде нажимаешь настрелять, но тебе нужно все-таки дожать, чтобы выстрелить. Да, может быть это все-таки плюс эмоции, но это лично мне в мультиплеере капец как мешало. И даже я бы сказал бы напрягало. Поскольку я был сконцентрирован еще помимо противников на то, чтобы нажать чуть сильнее на курок, чтобы выстрелить. И соответственно не дожать, чтобы случайно не выстрелить. Ну я думаю поняли, что я имею ввиду. Да, на DualSense есть что, я играю очень и очень, очень редко. Может быть я не привык, но мне это как-то все-таки мешало. Что касаемо ошибочного мнения, что эта игра похожа на батлу пятую. Ибо знаете, когда я стримил, много ребят писал, что капец как на батлу пятую похожа. С этим схож, но поверьте, это колда, и она ни капли не похожа на батлу. Данная колда остается по сей день колдой, и схожести в самой игре, в чувстве, в динамике и тому подобных вещах тут я не ощущаю вообще. Все те же прыжки за углом, вся та же скорость, то есть типичная колда, не батла. Насчет общего ощущения и мнения, а именно желания предзаказать игру прямо сейчас. У меня, если честно, не появилось всего этого. Возможно режим не дал раскрыть всех прелести данной части, возможно настрой у меня был не такой, но эта игра лично мне себя не продала вообще. Кстати, будьте аккуратнее в выборе изданий, если у вас новые консоли, или вы планируете в ближайшем будущем все-таки брать новую консоль, именно Next Gen 9 поколения, то вместо более дешевых изданий за 60 баксов для 8 поколения, доплатите лучше 10 и возьмите кроссгены издания. Поскольку в Cold War у многих были очень большие проблемы, когда они запускали на новом поколении версию для пастгена. То у многих 60 фпс не было, то еще что-то, короче, были проблемы. Но я думаю, что это и делалось именно с таким уклоном. Играя в данную часть, веет, знаете, наверное, какой-то скукой, обыденностью. Я не даром сказал, что сеттинг поднадоел, и на мой взгляд, именно сеттинг не дает колде полностью раскрыться и подарить ровно такие же ощущения, как и в МВ. Просто игр с данной тематикой даже у той же самой колды было достаточно. И что касаемо мультиплеера, опять же, как по мне, из-за сеттинга меня не зацепило и не заставило сидеть в этой игре очень большое количество времени, и вряд ли заставит. Возможно, при следующем тесте, может быть, при следующей полноценной версии игры сложится другое мнение о ней, но пока оно такое. Типичная колда, которая новая по движку, но устарела по тематике. Не знаю, как вы, но в споре, какой шутер я возьму в этом году, пока у меня находится в приоритете батла. Смотрится на данный момент она интереснее, динамичнее и, наверное, самое главное, современнее. Да, конечно, она тоже вызывает очень много вопросов, в нее я пока не играл, но однозначно пока могу сказать, что сейчас новые колду на старте я покупать не хочу. Но, опять же, это лишь мое мнение, поэтому пишите в комментариях свое, и вас, знаете, в этом случае, наверное, призову ждать следующего уже открытого теста для всех платформ, чтобы вы сформировали свое мнение о данной игре. Поскольку, опять же, это все субъективно, кому-то нравится, кому-то нет, и это совершенно нормально. Знаете, если сеттинг вам нравится, то, в принципе, у этой колды есть шанс вас заинтересовать более чем. Но если же вторая мировая вам уже неинтересна, поднадоела, то будет такое себе ощущение. Короче, вот такие вот у меня мысли по этой игре. Если видос вам понравился, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, обязательно пишите свое мнение насчет этой игры, и до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok